Здравствуйте! В эфире программа «Жесть». В студии Александр Твердовский дали о том, что случилось в городе области сегодня 13 апреля. Омские полицейские установили личности вандалов, которые накануне осквернили памятник участникам Великой Отечественной войны в поселке Береговом. Напомню, ночью трое молочников распивали напитки в сельском парке. Один из участников справил естественные надобности прямо на монумент в честь героев и тружеников тыла. В соответствии с требованиями российских законов мы не можем показать кадры, которые сняла камера наблюдения. Как только видео появилось в соцсетях, этим делом заинтересовались сотрудники УВД. Сотрудники полиции установили личности фигурантов. Ими оказались трое местных жителей в возрасте от 17 до 20 лет. Все они обучаются в средних учебных заведениях, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекались. Один из молодых людей самостоятельно пришел в отдел полиции с адвокатом и признался в содеянном. Однако извиняться за свои действия он не стал. Может быть он хочет извиниться за содеянным? Может быть есть какие-то... Я не знаю, что он хочет и может быть, а может быть и нет. Я возражаю против видеосъемки. Моя позиция согласована с моим подзащитным. Не надо нам никакой видеосъемки. Мы будем общаться с сотрудником полиции, со товарищем старшим лейтенантом. В отделе полиции молодого вандала одолела скромность. Ему бы такую застенчивость до сутки назад. А сейчас миллионы пользователей соцсетей во всем мире знают, как в Омске почитают память героев войны. Предварительное расследование установило, что все трое молодчиков – местные жители. В ту ночь они не только осквернили памятник, но и разрушили деревянные скульптуры на детской площадке. После завершения проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Вандализм». В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до трех месяцев ареста и крупный штраф. Ну и, конечно, односельчане должны дать оценку действиям своих земляков. Накануне в 9 вечера на Космическом проспекте произошла смертельная авария. По данным ГИБДД, в районе остановки «Рынок» 36-летняя женщина перебегала дорогу на красный сигнал светофора. 30-летний водитель на «Пежо» пытался затормозить, но столкновения избежать не удалось. Пострадавшая скончалась до приезда врачей. Как пишут в соцсетях очевидцы, если судить по значительным повреждениям машины и по длинному тормозному пути, скорее всего, иномарка ехала на большой скорости. Сейчас полицейские устанавливают все детали этого происшествия. И еще одно серьезное дорожное происшествие случилось вечером в центре города на пересечении проспекта Маркса и улицы Думской. Только по счастливой случайности люди в этом ДТП не пострадали. Как сообщают очевидцы, грузовой «Урал» тащил на буксире автобус. Тягач зацепил повисшие троллейбусные провода. В результате токопроводящая линия обрушилась вниз на автомобиле. Как написали в соцсетях водители, оказавшиеся в эпицентре катастрофы, все происходящее напоминало сюжет фильма «Пункт назначения». Скрежет металла, искры, крики ужаса. Что-то какое-то жесть вообще. В общем, на Камре, Сороковку, упали трамвайные пути на морду. Вот, и стоит в сторону центра, со стороны центра в нефтянике, все по левую сторону. По предварительным данным, упавшие провода повредили пять автомобилей. Сейчас полицейским, дорожным службам и департаменту транспорта предстоит установить, кто виновен в этом происшествии. Обвиняемый в смерти трех человек Сергей Усенко опять не явился в суд. Сегодня ему должны были предоставить последнее слово и вынести приговор. Напомню, 1 декабря прошлого года молодой человек спровоцировал ДТП на мосту у телецентра. В машине, которую управлял Усенко, погибли две женщины и мужчина. Почему обвиняемый не явился в суд, выяснял Николай Ивенко. В прошлый раз подсудимый Сергей Усенко не пришел, потому что его машина сломалась на трассе. Сегодня обвиняемый в смерти трех человек вообще отключил телефон. Родственники погибших ждали, что молодой человек скажет в последнем слове, но судья опять вынужден перенести вынесение приговора. То есть он специально затягивает время. Это неуважение к нам, как потерпевших судей. С машинами у подсудимого давно не складываются отношения. Сейчас его судят уже за второе ДТП с трагическими последствиями. В декабре, находясь за рулем Лады Приор, он грубо нарушил правила дорожного движения, превысил скорость и допустил аварию. Его автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Трое пассажиров Лады, которые находились сзади, погибли на месте. Мужчина с переднего сидения получил тяжкие телесные повреждения. При изучении материалов дела, в том числе данных о личности, было установлено, что ранее он также совершал преступление, предусмотренное статьей 264, частью 1, Главнокодекса Российской Федерации. Однако дело в отношении него было прекращено в связи с применением акта об амнистии. Ранее Сергей Усенко сбил человека на зебре. Пешеход остался инвалидом, а шофер попал под амнистию, избежав даже условного срока. После аварии 1 декабря на его совести три человеческие жертвы. Трое детей остались без кормильца. Сторона обвинения предлагала назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев. Соответственно, в настоящее судебное заседание подсудимый не явился. В связи с этим сторона обвинения предлагала подвергнуть его принудительному приводу. Неявка в судебное заседание в настоящий момент пока не выяснена. Насила она уважительные и неуважительные причины. И это не влияет на размер того наказания, которое предлагает государственный обвинитель. Если вина Усенко будет доказана, ему придется выплатить пострадавшим материальный и моральный ущерб. Суммы исков превышают 2 миллиона рублей. Кстати, пока Сергей Усенко даже не лишен водительских прав. И как стало известно, спустя 2 часа после сегодняшнего заседания обвиняемый не явился на собственный приговор, потому что его задержали сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Так что вполне возможно, что на следующее заседание в мае Усенко привезут в суд под конвоем. Сегодня под утро на перекрестке Герцена и 33-я Северная сгорел автомобиль. Пятница, 13-я. По сообщениям очевидцев, пожар начался под капотом Ауди-80. За считанные секунды пламя охватило всю машину. Как написали Амичи знакомые с ситуацией, под карбюратором могла лопнуть резиновая прокладка, и бензин попал на раскаленный коллектор. Спустя несколько часов после происшествия в соцсетях оставил сообщение и сам хозяин Ауди. Амич поблагодарил всех водителей, которые останавливались, и отдавали свои огнетушители. В омских соцсетях появилось видео необычного ДТП. Событие происходит на улице Степанца. Камера снимает, как с прилегающей территории на главную дорогу пытается выехать Ладо 10-й модели. Обзор водителю закрывает автобус, но шофер и подумать не мог, что кто-то пойдет на обгон по встречке. Летучим голландцем оказался Пежо. Бампер десятки слегка толкнул иномарку в бок, после чего участники ДТП даже не стали останавливаться. Комментаторы этого видео разделились на три лагеря. Одни говорят, что Лада в любом случае должна была уступить дорогу. Другие обвиняют водителя Пежо за то, что пошел на обгон там, где висит знак «Обгон запрещен». Ну и третья группа пользователей считает, что вина водителей обоюдна. Не только в одном вопросе амичи остались единодушны. Все поблагодарили участников столкновения за то, что те не стали останавливаться и создавать пробку. И на сегодня это были все чрезвычайные новости. Если вы что-то пропустили, выпуски нашей программы всегда доступны на сайте «Антенна 7», а также в группе «Жесть» ВКонтакте. Проведите выходные с пользой, не без жести. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok